Всем привет! Меня зовут Алексей, я сооснователь компании Профзабор. Наверняка вы на многих участках обращали внимание на основание забора, которое состоит из бетона или кирпича. Насколько же вам нравятся эти решения, давайте подискутируем об этом в комментарии. В этом видео я хочу рассказать не только о визуальных преимуществах данного фундамента, но и о ситуациях, когда леточный фундамент технически необходим. В этом видео, что такое ленточный фундамент, кому и в каких случаях он необходим, какие функции он выполняет, виды, монтаж, стоимость. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, сколько будет стоить ленточный фундамент конкретно для вашего участка. Ленточный фундамент это основание для нашего забора, который состоит из бетона и карматуры. У ленточного фундамента может быть любая длина и есть такие параметры, как высота и ширина. Почему ему дают предпочтение? Потому что ваши участки в основном имеют неровности, то есть у них есть какие-то уклоны. И для того, чтобы не было на заборе сверху ступеней и снизу щели, делают ленточный фундамент, выравнивают участок и ставят дальше ровненький забор. Второй случай, если у вас или у вашего соседа есть животные. Ленточный фундамент делается для того, чтобы, например, собаки не рыли землю под забором и не пролазили. Третий случай, когда участок находится вблизи оврага. Тоже делать ленточный фундамент для того, чтобы земля не осыпалась, используя его как платформную стену. Четвертый случай, если вы хотите поставить кирпичные столбы в кирпичную кладку, либо газобетонные столбы, для этого вам тоже понадобится ленточный фундамент. Тут есть две причины. Первая, нельзя кирпичи класть на землю, из-за того, что кирпичи будут набирать влагу из земли. Вторая причина, класть кирпичей нужна идеально ровная поверхность. Тут вам идеально подойдет ленточный фундамент. Пятое, ленточный фундамент, сочетанный с кирпичной кладкой и отливами, выглядит действительно дорого и красиво. Некоторые выбирают этот тип фундамента исключительно из его внешнего вида. Какие виды ленточного фундамента существуют? Ленточный фундамент имеет четыре параметра основных. Это его длина, ширина, высота и те материалы, из которых он сделан. Это бетон и арматур. Как мы говорили ранее, ленточный фундамент может быть любой длины. Глина ленточного фундамента соответствует длине забора, который мы хотим поставить на этот фундамент. Высота ленточного фундамента рассчитывается от ее основания, которая находится в земле, до ее верхней точки, которая находится на поверхности. И высота ленточного фундамента, как правило, определяется разницей перепада высот на вашем участке. Чем больше разница высот, тем выше будет ваш фундамент. Как правило, от 400 до 1200 мм. То есть, если у вас идеально ровный участок, вы выровняли свой грудь, то вам будет достаточно 400 ленты. Ширина. Ее, как правило, делают от 200 до 400 мм. Чем больше показателей длина, ширина, высота, тем больше бетона требуется длина нашей ленты, соответственно, тем дороже он становится. Поэтому мы рекомендуем делать ленточный фундамент как можно меньше. Но если перед вами стоит задача установки кирпичного столба или газобетонного столба, их ширина 380 мм. И на маленькую ленту они не поместятся. В этом вам нужно использовать 400 ленту в ширине. Либо, если у вас ленточный фундамент высотой 1,20 м, толщина 200 мм будет менее устойчивой, чем толщина 400 мм. А теперь мы поговорим о материалах, из которых делается наш ленточный фундамент, а именно про бетон и арматуру. Итак, бетон. Бетон имеет разный классификатор прочности. Чем выше класс бетона, тем выше его прочность. Немножко хочу сравнить забор и дом. То есть ленточный фундамент делают как для забора, так и для дома. Нам для забора особая прочность бетона не нужна, потому что забор это легкая конструкция. Я рекомендую вам использовать класс B22, который соответствует марке бетона M250-M350. Это он будет вам с большим запасом. Арматура. Это металлический стержень, пруд, который имеет рябистую поверхность, который обеспечивает хорошее сцепление бетона с металла. Диаметр арматуры зависит от размеров ленточного фундамента. Какой выбрать диаметр, я расскажу чуть позже в этом видео, когда буду говорить о монтаже. Давайте разберем монтаж ленточного фундамента на этапы. Первый этап это разметка участка. Тут важно определить перепады высот. Мы это делаем с помощью нивелира. Второй этап это копка траншеи. Траншеи мы копаем под размеры нашего ленточного фундамента и закладываем немножко глушь для того, чтобы сделать. Следующий этап это засыпка песчаной щебеночной смеси. По поводу песка и щебня. Мы закладываем по 5 см. 5 см на песок и 5 см на щебень. Потом проливаем это все водой, для того, чтобы это лучше уселось. Этот этап не обязателен, но я его вам рекомендую, для того, чтобы защитить ленточный фундамент от пучения почвы. Следующий этап установка столбов для забора. Мы борем блоку диаметром 200 мм, ставим столб, заколачиваем немножко, чтобы он держался и оставляем пока в таком виде. Следующий этап это выставление опалубки. Для того, чтобы ваш бетон не растекался, вам нужно поставить деревянную опалубку. Вместо обычных досок мы используем влагостойкую фанеру. Она дает большую ровность нашему фундаменту при застывании, то есть при наборе прочности. В то время как обычные деревянные доски имеют шероховатости, которые оставят отпечатки на вашем фундаменте. Но в закупке влагостойкая фанера дорогой материал, поэтому специалисты, которые экономят, могут использовать обычные доски. Обращайте на это внимание. Армирование. Матура, сочетанная с бетоном, дает более прочную конструкцию, которая не позволяет бетону менять форму и положение. То есть при пучении какая-то часть бетона из земли поднимается, а какая-то часть нет, и арматура удерживает бетон, не давая ему треснуть. Какое количество прутков и какого диаметра нам надо. Тут все просто. Еще до нашего рождения придумали СНИП. СНИП это свод новым правил для строительства. Согласно СНИПу 5201-2003, диаметр нашей арматуры продонной должен быть равен 0,1% от площади нашего ленточного фундамента. Для точного расчета диаметра арматуры, которая подойдет под ваш ленточный фундамент, я советую вам все же обратиться к профессионалу. Но если ваш ленточный фундамент стандартных параметров, то есть до метра 20 в высоту и до 400 миллиметров в ширину, то вам подойдет 4 прутка арматуры продольные 12 миллиметров в диаметре. На самом деле, тема армирования очень обширная. Например, как армировать углы ленточного фундамента. Сколько делать нахлест арматуры друг на друга. Как делать горизонтальные прутки. Из какого диаметра арматуры делать. Я думаю, что мы поговорим об этом в каком-то из следующих выпусков. Если вам это будет интересно, напишите об этом в комментариях. Да, кстати, хотел обратить ваше внимание на то, что арматуру необходимо вязать. Потому что при сварке арматура теряет свои свойства в ленточном фундаменте. Седьмой этап. Заливка бетона. Конечно, можно замесить бетон вручную. Но сегодня проще заказать машину бетонной мешалки с насосом. Кстати, насос это обычно дополнительная услуга, уточняйте это у исполнителя. После заливки бетона, я рекомендую вам пройтись с вибрационным пистолетом, для того, чтобы убрать воздушные пустоты из ленточного фундамента. Если эти пустоты оставить, ленточный фундамент может рассыпаться. Мы даем набрать прочность бетона двое суток. После этого можно будет снять опалку и начать обшивку нашего забора. Окончательную прочность бетона набирают в течение месяца. Но это не мешает нам устанавливать наш забор. Монтаж фундамента мы закончили. Далее нам нужно установить отлив. Отлив это металлическая насадка, которая выполняет две функции. Первая это влагоотведение, вторая это декоративная функция. Я рекомендую вам установить отлив, потому что на плоской поверхности будет скапливаться влага. А там, где скапливается влага, там образуется грибок, плесень и мол. Следующий элемент ленточного фундамента это его отделка. Камень, штукатурка, плитка и так далее. Часто ленточный фундамент делают с кирпичной или газобетонной охладкой в сочетании с такими же столбами. За последние два года бетон подорожал почти в два раза. Ленточный фундамент и до этого был недешевым удовольствием, а сейчас стал еще менее дешевым. Для подсчета стоимости возьмем самый распространенный вид ленточного фундамента 200 на 500. Стоимость одного погонного метра будет составлять 4000 рублей. Это стоимость под ключ без бетонного насоса. То есть на дельну забора 100 метров ленточный фундамент будет стоить 400 тысяч рублей. Но если вы хотите все-таки сделать ленточный фундамент сами или хотите проверить ваших исполнителей, я для вас подготовил калькулятор, в котором вы можете вбить параметры вашего ленточного фундамента и он выдаст вам материал, который для него необходим. Ссылку я оставлю в описании. Пишите вопросы, которые у вас останутся. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам было полезно. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok